Директор по коммуникациям Международного Олимпийского комитета, МОК, Марк Адамс объяснил, на каких основаниях российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях. Его доводы просто шокируют. Очередная пресс-конференция МОК не сулила России ничего хорошего. Было понятно, что ни о каком снятии санкций не могло быть речи на данный момент. Да, какие-то подвижки в этом направлении идут. Против отстранения нашей страны выступали то Ричард Макларен, то Иоханни Склеба. Многие понимают, что спортсмены ни в чем не виноваты, а Россия – мощная спортивная держава, без которой соревноваться уже не так весело и интересно. Однако в публичном пространстве говорить о таком не принято. Тем более, если речь идет о максимально политизированной организации под названием МОК. Глава по коммуникациям Марк Адамс начал отвечать на вопросы. Конечно же, с темой про Россию. И подтвердил все, о чем мы говорили выше. Исполком МОК постоянно мониторить ситуацию на Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры. Они остаются в силе. «Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России, все это остается в силе», – сказал Адамс в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания исполкома МОК. Вернемся к МОК и Марку Адамсу. Он свою речь не закончил на словах про сохранение санкций по отношению к России, а продолжил разъяснять, на основании чего они были изначально приняты. И вот от этих объяснений волосы встают дыбом. Судите сами и особенно обратите внимание на последнее предложение. Защитные меры были приняты, так как правительства разных стран стали вмешиваться в зону ответственности спортивных федераций в отношении того, кто может принимать участие в соревнованиях. Это поставило под угрозу цельность спортивных соревнований. Чтобы предотвратить политизацию турниров, мы приняли защитные меры. Так как в настоящее время мы не можем выполнять нашу гуманитарную миссию по объединению спортивного мира, для защиты этой миссии в будущем мы были вынуждены рекомендовать не участие атлетов только из-за их национальности. Тут не может быть двух мнений. МОК публично признался в геноциде России в спорте. Они там совсем обезумели. По-другому интерпретировать слова Адамса невозможно. Он четко дал понять, что спортсменов отстранили из-за национальности, тем самым нарушив все основы олимпийской хартии и вообще все ценности олимпийского движения. Возникает вопрос, сделал это Адамс сознательно или просто ляпнул, не подумав. Хотя сути дела на это в любом случае не меняет. Очевидно, МОК следует политическим директивам. Иллюзий по этому поводу и раньше не было, а теперь Адамс просто официально это подтвердил. Будет очень любопытно послушать объяснения организации, когда конфликт подойдет к концу и придет время возвращать Россию в мировой спорт.